Коралловые рифы В морских известняковых колониях обитают около 4 тысяч видов моллюсков, 2 тысяч видов рыб, более 350 видов иглокожих. Неискушенный путешественник удивится, если узнает, что увиденный им риф – ровесник давно вымерших динозавров. Многие коралловые заросли – долгожители. Некоторым из них не так давно исполнилось около 2 миллиардов лет. Причудливые рифовые образования с древности притягивали внимание людей и таили в себе немало загадок. Считалось, что кораллы оберегают от дурного глаза и превращают плохую воду в пригодную для питья. Сегодня не разгадана лишь одна тайна подводных лесов. Ученые до сих пор спорят о том, как возникли коралловые рифы. В греческой мифологии известна история о том, как кровь, обезглавленной Персеем Медузы Гаргоны, попала на дно моря и образовала там колонии кровавокрасных кораллов. Легенды развеял естествоиспытатель Чарльз Дарвин в XIX веке. Он предположил, что коралловые рифы выросли на опускающихся в море побережьях. Погружаясь под воду, человек пытается разгадать хоть одну из них. Он смотрит, ищет. Он разглядывает, наслаждаясь глубоководной тишиной и спокойствием. У подводной галереи свой особый режим бытия. Здесь нет спешки и суеты. Громкие звуки, слепящие огни – все это остается на поверхности. Здесь свой ритм – неторопливый, безмятежный и незаметный. Но стоит зависнуть, затихнуть. Множество подводных диковин раскрывают свои секреты. Погружают в свои тайны. Открывают самое сокровенное. Создавая желание видеть еще больше, больше и больше. Слиться с этой средой – уже не мечта, а реальность. Специальная техника и оборудование делают пребывание человека под водой достаточно долгим и безопасным. У нас появляется все больше возможностей для изучения тайн и красот глубинного царства. Но человек ни в коем случае не должен забывать, что под водой он – гость. Могучий, властный, но чужой. Субтитры создавал DimaTorzok